знаете почему у нас мало сейчас ни у меня ни у Сафронова нет денег чтобы объявление дать платное на счет вебинара вот и получается что количество снизилось до минимума но все равно это живое общение все равно потому что если кто видел мои фильмы которые параллельно выходят с вебинарами там нет вот этого какого-то какой-то энергии ну что привет брат привет Казахстан так Новак привет где ваша логотский абрикос Александр Новак угробили такое чудо угробили пусть он был не крупный пусть он был средненький как надо было издеваться над ними чтобы он рано или поздно просто исчез но это не к вам это так наболело Светлана здравствуйте Наталья привет так Светлана привет Михаил привет привет всем здравия значит так что получается получается так значит если мы сейчас ненадолго вернемся вот сюда почему мне это надо сейчас объясню смотрите этого ну будем все так что мы с вами сэкономили полчаса я не такая это как песня полуспета это прервал сам себя и так вот это вот для меня нормальная крона это крона является сном ужаса для всех тех кто научил студентов а студенты потом это самое стали кандидатом муномок и говорит давно же образование шикарное и представляете вот половину в этой кроны бы сейчас отрезали нижнюю часть вот почему я говорю что я немножко вернулся назад потому что вот это потом будет это было связано с тем что мы выше говорили вот ой нет это долго будет давайте пропустим все уже устали вот вы знаете как трудно когда человек грамотный вот тут надо разбираться а вот это к теме вот это я пусть повторюсь когда я говорил про учебу да вот эта девушка повторюсь времена роста назад я вам показывал эту фотографию милую девушку журналистка с красоярска написала прекрасно статью обо мне красоярском журнале я спросил ее как вы до меня добрались он с ней рядом мужчина вот тут стоит на вторую фотографию видно а я боюсь его показать ну как-то не этично она говорит я позвонила в этот самый называет учебное заведение даже не буду учебное заведение называть ну как-то неловко вот она расположена где-то 50 километров от меня видите как я специально их тут всего-то 23 поэтому неудобно как-то вот и так врагов нажил не называю не показываю фамилию не показываю лицо она позвонила ему как знакомого говорит у вас там рядом десятка километров валерий карсин железо я хочу у нее интервью взять сделайте статью но это что он ей ответил не он не горюшим там проходим из как вот те самые лженаука не он сказал я не знаю такого ну тем не менее она приехала к нему у него на машину и привез ко мне потому что адреса таком узнать вот это было ну естественно что ни о каком понятии а и что дальше должно быть я им показывал угощая персиками что должен быть человек который а знаете кто я не сказал руководитель этого самого научного учреждения и не научного нет другое слово учебного этого самого учебного образовательного сельхоз учреждения видите какие общие упражнения поняли да руководитель он не моя она писала или там на диктофон не помню вот я рассказывал рассказывал часа два рассказывал она уехала на 50 вам прекрасную статью вот тоже уехал и тишина не нужно им это все они выпустят очередных этих самых полу грамотных даже полу грамот вот качество студента на выходе за ресурс скажем не улучшается падает это не я это интернет мы были свидетелями в 90 2000 годы связывались причины беспорядка и в конце концов сергей обратил внимание на то что в самих вузах эту проблему связываю с падением школьного образования нашли крайних школа виновата и вот самое страшное это я вот этим закончу сегодняшний вебинар их так хотел до этого дойти школьное образование нуждается в идеологии которая должна строиться на тех ценностях которые объединяя вы понимаете вот идиоты которые я до нас я специально не стал это самое уж сильно материться президент ран завела падение качества образования в узах вы понимаете а вузы в том что школы неправильно вот смотрите поняли да сергеев это президент да смотрите что я написал для меня это блеватино они даже не знаю чем они это чему они учат вот если так как все-таки хожу это республиканские высшее высшее образование высшая самая ступень на всю республику после них должны идти рож выращивать эти самую морковку свеклу это самое рассаду клубнику и яблони груши абрикосы слива хакасия самый благодатный край в сибири южнее тува там морозы на 10 градусов больше там горы самый благодатный край уже благодатный нет тут тебе и гэс красавянская водка которая подходит прям как это море прям к этому кабакану тут тебе гигантская гэс это сына шутовка что вам надо еще сделайте так чтобы здесь какая-то самое выращивали свое и без всякой без капельки еды химиката вы представляете она для меня вот это блеватино они же еще продают 5 10 20 лет они даже не знают что они ничего сами не понимают это что они преподают и зачем преподают скажите я болтун читаем мое создайте цепочку из вузов ни и гсу дайте им землю для каждого студента надо было добавить первого курса каждого студента пир ого нет пир ого курса плюс новое знание железо вот сиди на этих десяти сотках а хочешь чтобы выросла вот тебе тогда значит нужны новые знания тебе нужно пособие хоть и железо а если еще сказать да пожалуйста моды это чему учи учат и же будут учить вот это все дурит преподавать вот эту вот вот эту дурь преподавать а поднять корневую шейку бортики вот уничтожить весь дерн совсем живности вот этим я хочу закончить сегодня хорошо что вопросов сегодня нет вот дайте землю для каждого студента иначе все это глупо тупо никто даже президент академии наук этого не понимает если ты президента почему падает качество и президент ран кто за это отвечать должен все высказался а теперь я спокойно душой могу закончить разговор да знаю в митинг знаю это сам опять получилось как том анекдоте помните два раза рассказывал антон валерьевич этот анекдот выпускает швейные машинки ну вот и прочее это по ширпотреб ворует рабочие которые на конвейере запчасти ворует приносят домой собирает автомат калашникова и вот у меня также как мне не пытаюсь хорошо рассказать там чтобы нужно чтобы уснули вот а все равно мне автомат калашников все тоже вот для меня там война все друзья до свидания спокойной ночи сейчас мы с вами будем отключаться сказать покупайте это да за месяц-два не куплено ни одна книга ни один этот самый ни одна брошюра вот не куплены за последний месяц-два ни одна лента на прививку правда время ушло не куплены ни один диск учебный очень удобная вещь учитывая что знание за 300 рублей получить уникально вот не поступая в вуз да еще на платное вот это многого стоит но есть сухие семена кто хочет пусть покупает сейчас пока по 15 рублей и это там у нас было антон валерьевич это куда-то нажать а вот сюда на на каталог нажимаете вот интересно что у меня три почтовых ящика и только с вашего ящика подряд пришли три письма и там уже делают заказ на осень а я им написал и вам говорю ход писать а там зачем захотел академик там кто-то хочет кто-то хочет подвойные все у списка составляет почему-то именно с вашей ска 3 подряд и я им отвечаю так копирую бумажка вот они вот эти волоски 1 2 3 и откладывать до осенью ждите от меня ответа не дадите звоните сами напомню напоминайте для вас цена будет старая вот это когда свежие семена поступит какие-нибудь сколько будет не знаю если если которых мало и свечи которых много вот будут ограничения опять пойдем по крупноплодным абрикосам всю весну бы перед эти себе же поймать вот ночи минус плюс минус плюс минус плюс минус плюс минус плюс смотришь посыпались почки вот ладно все равно цветут опять минус плюс плюс потом град потом сильный ветер потом такой ливень который буквально армата с ног валил ливень плюс до этот плюс ветер вот так бывает заказывайте сейчас я не я ничего не обещаю ну вот он написал королевский сын манчжурсы номер 4 рыжий поздний петр но петра великого не дождетесь вот наверное у меня не не получается связь с этим сыном бодна я не стесняюсь смотрите петр велик и только у него абрикос боднара только у него теперь после смерти по отца и эти самые а еще что сейчас помню да вот эти вот которые я сыню все эти ход под эти два сорта раскрутил в том году мне 7 литров боднар вручил я вот я выступил посредником и вам разослал а в этом году опять подавать а что я могу сделать эти девочки петр велик если мне не отвечает звонки его сын в общем вот такая история но по крайней мере я напишу вы будете 1 вы будете 2 вы будете 3 поняли да так что я бы на вашем месте уже подсветился учитывая все это грант я с ужасом жду раскопка все-таки там не видно в это в листве сколько там завязалось отдельные вижу а в целом картину не вижу ну все друзья мы закончили на сегодня прощаемся до следующего понедельника и оплачивать нечем чтобы здесь было побольше народу поэтому так на минимуме продержимся до 8 но зимой народы сам появится до свидания друзья спокойной ночи а то на них пришлите мне пожалуйста эту самую как называется ссылку на этот вебинар коплю зачем сам не знаю до свидания спокойной ночи а